Кассета 5 Мысли о бессмертии души человека Учение о бессмертии души святого Афанасия Великого Дума и учит святой Афанасий Великий Сказанным доселе доказано, что в людях есть разумная душа Но надо бы знать, что душа и бессмертна Если в слове нашем доказано, что душа не одно и то же с телом Тело же по природе смертно То необходимо душе быть бессмертной Потому самому, что она не подобна телу И опять, если душа движет тело А сама ничем другим не приводится в движение То следует из всего, что душа самодвижна И по сложении себя тела в землю Опять будет сама себя приводить в движение Если бы душа приводима была в движение телом То по разлучении с движущим ее Ей следовало бы умереть А если душа движет и тело То тем паче необходимо ей приводить в движение себя Приводя же себя в движение по необходимости Будет она жить и по смерти тела Потому что движение души есть не что иное, как жизнь ее Самодвижность души Есть разительнейшее доказательство бессмертия Но более же того, что она не есть какое-либо тело Утонченное, эфирное Косность, неподвижность Есть неотъемлемая принадлежность к веществу Электричество пребудет в бездействии Век, если не возбудить его И эфир не светит, если не приводится в сотрясение Или, как говорят, дрожательное состояние Но и то, и другое производится воздействием совне Самодеятельности и следа нет в этих, по-видимому, очень тонких веществах Откуда же возьмется самодеятельность в душе, если она по естеству эфир? Если она самодеятельная, не значит ли это, что она не эфир? И опять Всякое вещество, будучи приведено в движение, движется в данном направлении И вообще, движется в веществе определенно однообразной формой От которой отступление немыслимо Посмотрите на деятельность души Какая тут неисчерпаемость разнообразия Что делается, например, когда душа рассуждает? Сводит представление, приобретенное нередко неизвестно когда и как Ставит одно подле другого, совершенно различное И открывает сходство, или совершенно сходное И открывает различия Отвлекает то или другое свойство И только его рассматривает независимо от предмета Нередко разлагает весь предмет на его черты И потом снова слагает их В яснейшем уже представлении целого К действию приискивает причину Часто невидимую и безвестную А из действующего начала выводит следствия Которых следов нет еще на опыте Постраивает цепь причины действий, средств и целей Иногда отвлекаясь от всего опытного разнообразного Созерцает все в едином, целом и прочее В каком веществе, самом тонком и возбудительном Можно видеть что-либо подобное Одна и та же сила, скажем, применяясь К видимым и движениям Веществе движется прямо и косвенно От себя и к себе, вверх и вниз Вправо и влево, кругообразно Эллиптически, диагонально, под углом Зигзагами, волнами и прочее Все это изменяя во мгновение ока Переходя от одной противоположности к другой Без потрясений Имея при том возможность Самое разгоряченное и разнообразное движение Прекратить и снова начать Если бы указал кто подобную физическую силу Тогда можно было бы сравнить с ней самодеятельную душу Но и тогда, может быть, можно было бы указать на то Что ни одна физическая сила Не оставляет в себе следа прошедших движений Тогда как душа хранит в себе Всю свою разнообразную деятельность И ей зельями питает себя И от того крепнет, полнеет, совершенствуется И что еще? Чаят быть одобренную Или осужденной от владыки всяческих На суде его нелицемерном Все такие проявления Возможно ли в каком-либо веществе? Конечно, нет Но так и надо бросать Бросить мысль Будто душа есть тело Эфир Епископ Феофан Душа и ангел Всеобщность веры в бессмертие души Индийская вера Во всяком случае Основывается на пантеистическом миросозерцании Для нее видимый мир Есть только уклонение от высшей истины И действительности духа Поэтому, собственно, родина духа Находится только в загробном мире А настоящий мир напротив Есть лишь место испытания и очищения Душа постоянно должна Все в новых формах Вступать в суету этого мира Чтобы, пройдя несколько различных тел После долгого времени Наконец достигнуть цели совершенства Которые индийский дух Конечно, представляет себе Как уничтожение индивидуальной жизни В океане божества Подобно тому, как капля исчезает в море Свободнее от этого пантеистического элемента А поэтому и в высшем нравственном отношении Было учение древних персов Как оно изложено в Зендовесте Непосредственно после смерти Злые добрые люди Борются между собой в течение трех дней Из-за души умершего Души добрых переходят через высокий и узкий мост Ведущий через ужасную бездну Из мира скорбей В блаженное обитание Армузы И Амшаспанд Добрых духов Между тем, как душа Души злых Повергается в место наказания Египет еще и теперь В своих мумиях и пирамидах И других гробовых памятниках Представляет красноречивые свидетельства О вере в бессмертие Все обряды при погребении тел Выражали эту именно веру Суд над мертвыми Решавший вопрос о бальзамировании умерших Плавание на лодке в городе мертвых Какое имелся во всех больших городах Египта Все это было отображением загробной жизни У египтян убеждение в бессмертии души Было так сильно Что грешеский историк Геродот От этого народа именно Производит вообще происхождение Этой веры Но эта вера встречается Также у народов У которых незаметно Никакого египетского влияния Сам Геродот свидетельствует Что один живший Во Фракии народ Геты Верил в бессмертие души Этот народ Жил и умирал В радостной вере Что души храбрых Отправляются к Богу его отцов Еще позже Римские поэты Ставили этот народ В пример своему собственному Та же самая вера Встречается у германских народов севера О религии которых Нам сообщает Эдда Только храбрые Павшие в битве По вере этого воинственного народа Отправлялись в Волгаллу Обиталище Одина Чтобы там продолжать Земную жизнь На высшей ступени Между тем как остальные Вступали в печальное Обиталище Гела Это именно надежды На Волгаллу И давало немецким ордам Кимвров и Тевтонов Не боявшиеся смерти Мужества в борьбе с римлянами Затем ту же самую веру Мы встречаем в Китае У народов Нового открытого мира Именно Не только как мнение Но как силу Имеющую значение В настоящей жизни Не менее мы встречаем ее У самих греков и римлян Греки составляют Решительную противоположность Индейцам Для их земной мир Для них Представляет все И видимый мир Был полным выражением Всей внутренней жизни Так прежде всего Мы это видим У греков Гомера Для них настоящая жизнь Есть истинная жизнь А загробная Есть мир сумрака и скорби Ад есть Ненавистнейший Среди богов Ненавистнейший Со скорбью Отправляются туда души Ахиллес Желал бы Лучше быть Подельщиком При свете солнца Чем царем Царстве теней Которые ведут Бессветную жизнь В мрачном уединении Но уже тогда В сознании Народа Жили Другие Представления Которые Хотя еще и Подавленные А однако же Не были Совершенно отвергаемы И особенно Выступали У тех Поэтов Которые Находились В связи С дельфами Как у Гезиода И других Подобных Здесь Господствует Более Серьезное Воззрение На жизнь Чувство Житейской Тягости Потребность В перемирении С божеством И загробная Жизнь Вступает В ближайшее Отношение С настоящей И это Учение Не было Лишь Тайным Учением Жрецов А отчасти Входило И в народное Сознание История Знает Примеры Не только Тупого Отчаяния Но и Радостного Настроения Во время Последнего Издыхания Не только У таких Нравственных Великанов Как Сократ Но и У лиц Гораздо Менее Высокого Нравственного Полета Доказательством Этого Служит Та же Святость Священных Законов По отношению К мертвым И оказывавшаяся Почесть Им Равно Как Искусство И поэзия Хотя И не были Писаны Те законы Которыми Вы предписывались Обязанности По отношению К мертвым Но они Считались Непосредственно Данными От богов И Антигона Ради Исполнения Такого Долга Не смутилось Даже нарушить Противоположный Закон Властелина И подвергнулся Наказанию Конечно В общественной Жизни Эта вера В значительной Степени Подавлялась И Софистика Заглушала Ее Но Она Находила Себе Убежище В мистерии Которые Собирали Своего рода Религиозную Общину Около Веры В бессмертие Поддерживали Особенность Священодействиями И Таким Образом Старались Удовлетворить Нравственные Потребности Не находившие Себе Удовлетворения В общественном Богослужении У римлян вера В бессмертие Исчезла Только Время Цесарона И Цезаря Цесарон Подтверждает Древность Этой веры В отношении Этой веры Цесарон Мог С одинаковым Правом Говорить Что Боги Существуют Об этом Мы имеем Понятие От самой Природы Каковы Они Познаем Разум Так же Что дух Живет Вечно Об этом Узнаем Из согласного Свидетельства Всех Народов Бессмертие Души Современная Оппозиция Учения Бессмертия Наводит На мысль Что Это учение Представляет Сплошное Недоразумение Что Оно Может быть Только Предметом Веры Но Если Разложить Его На составные Его части То В результате Анализа Получаются Следующие Два Вопроса На Которые Придется Дать Утвердительный Ответ Может ли Живое Существо Продолжать Своё Существование По Смене Формы Своей Конечно Может Уже Потому Что Это Имеет Место Даже В области Органической Жизни Земной В явлении Всем Хорошо Известно Превращение Червяка В бабочку Может ли Живое Существо Утратив Своё Сознание Продолжать Своё Существование С пребыванием В нём До То ли В скрытом Состоянии Сознанием Конечно Может И вот Почему Уже Ссередование Сна И бодрствования Мы имеем Смену Сознаний И попеременность Животных И растительных Функций Ещё Явственнее Обнаруживается Дуализм Сознания В гипнотизме И сомном Булизме И так Бессмертие Души Возможно И с физиологической И с психологической Точки Зрения К этим Двум его Возможностям Присоединяется Его логическая Необходимость Вытекающая Из того Что человек Есть Продукт Организующий В нём Силы Доктор Карл Дюпрель Загадочность Человеческого Существа Жизненно Практическое Значение Веры В бессмертие Души Светлый Тогда Бессмертие Как в последних Минутах Самых древних Времен Приводило До сих пор Приводит Ко взгляду Что смерть Не так страшна Как кажется Или по крайней мере Не должна быть Страшной Для нас Несмотря на Свои Видимые Ужасные Проявления Что она Есть не более Как переход Нашей жизни Из одного Состояния В другое Хотя Быть может Этот переход Имеет Свои Неприятные Тяжелые Стороны Второе Учение Дает Не столь Утешительный Результат Правда Но усиленно Стремится Освободить Человека От важной Тревоги За исход Жизни Настаивая Что смерть Есть последняя Неприятность Последняя Горечь Которую Предстоит Испытать Каждому Из нас Оно Советует Не отравлять Спокойствие Мыслью Об этом А между Тем От совета До дела Далеко Смерть Продолжает Оставаться Для людей Не просто Горечью Перед которой Достаточно Было бы Лишь Поморщице Но и Действительным Бедствием Наводящим Ужас И трепет Оба Названные Учения Имеет В истории Своих Героев На жизни Которых Очень удобно Проверить Достоинства Каждого Из них В 399 Году До Рождества Христова В одной Афинской Тюрьме Исполняя Судебный Приговор Умирал Престарелый Человек Ему Было Уже 70 Лет Свиду Он Был Весьма Некрасив На Широкоплечь Чем Плотном Невысоком Старика Что-нибудь Услышать Услышать От Него В тюрьме Старик Был Также Не Один Его Окружали Несколько Человек Друзей Учеников Собравшихся Сюда Разделить Грустные Предсмертные Его Минуты Их Привлекало В тюрьму То Самое Что Раньше Всегда Собирало Вокруг Старика Толпу Слушателей Его Необыкновенное Остроумие Дружелюбное Отношение К людям И благодушное К жизни Затем Высота Философского Учения И жизнь Вполне Согласная С ним Имя Старику Сократ Это Известный Греческий Философ Которому Суждено Было Совершить Человеческой Мысли Переворот Имеющий Всемирное Значение Он Несправедливо Осужден Был Согражданами На смерть Приближалось Время Казни Казалось Весь Воздух Тюрьмы Был Пропитан Тяжелыми Ожиданиями Смертного Часа Убитые Лица Учеников Вид Жены И детей Последний Раз Приходивший Взглянуть На отца Потрясающая Сцена Прощания Рыдание Ксантипы Которая Была Уже Вдовою Еще При живом Муже Вот Что Должен Был Видеть И Слышать Умиравший Но Прислушиваясь К шагам Приближавшейся Смерти Сократ Не падал Духом Неумолимый Удар Уже Был Занесен Над его Жизнь Он Знал И Видел Это А между Тем Спокойный По-прежнему Ясный Проницательный Неторопливый Взгляд Его Умных Глаз Изоблещал Неустрашимое Мужество Перед Лицом Смерти Сократ Не растерялся Он Держал себя Спокойно И Строго В Назначенный Час Сидился Послан От Властей Он Известил Что Время Казни Наступило Трогательно Простился С осужденным И покинул Его Те Которые Должны Были Остаться В живых Не могли Удержаться От Слез И В раздирающем Отчаянии Горько Заплакали Тогда Как Сократ Ходнокровно Расспрашивал Служителя Как Поступить С приговоренным Для него Ядом Присприготовленным Выслушав Немногосложное Наставление На этот Счет Он Взял Смертоносное Питье И Моля Богов Чтобы Переход Его В иной Мир Совершился Счастливо Твердо Бежало Проклятие Или Колебания Выпило Траву Через Десколько Мгновений Философа Не стало Из этого Краткого Рассказа Ясно Что было Причиной Мужественной Встречи Сократом Смерти Он верил Что Дух Человека Будет Жить Вечно И Не Хотел Видеть Смерти Бедствие Или Зла Тридцать Дней Оставался Он В тюрьме Ожидая Развязки И В этот Томительный Месяц У него Не Вырвался Ни один Стон Не Раздалась Ни Одна Жалоба На Участь Я Не Испытывал Говорит Один Очевидец Того Чувства Сожаления Которое Естественно Владевает Человеком Ввиду Смерти Друга Напротив Когда Я Смотрел На Смерть 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 Когда пользовался властью, настолько же был жалок, когда лишился ее. В своей нравственной личности он носил отражение всех наиболее выдающихся черт современности. То была пора, которая давала возможность уживаться самым противоречивым понятием. К этому времени человеческая мысль успела выработать весьма высокие нравственные начала. И к чести человека, надо сказать, что тогда они пользовались почти всеобщим признанием. Но они занимали странное положение. В Риме были места, как, например, здание Сената. А в общественной жизни случаи, когда на словах каждый считал обязательным объявлять себя сторонником их. Между тем, гораздо больше, несравненно больше было таких мест и случаев, когда прямое нарушение их являлось лучшим выбором. Словом, то была нравственность указов и различных официальных речей, которые никого ни к чему не обязывали. Нарон, в силу обстоятельств своей жизни, проникся ей более чем кто-либо другой. Пока он учился, старик Сенека скучные часы обязательного урока. Развивал подраставшему властителю вселенной возвышенные мысли благороднейшей философии. А кровавое господство при дворе его матери свирепой Агриппины и общая распущенность окружающих внушали вкусы и наклонности самого низменного свойства. Наглая лесть низкоплоклонников довершала остальное. Из этой беспорядочной атмосферы, которая окружала детство Нарона император, вынес следующее качество. Умение говорить длинные красивые речи, всегда полные похвальных мыслей и великолепных нравственных признаний, под которыми не краснее подписался бы Сенека привычку никогда не исполнять превосходных речей и забывать их особенно в тех случаях, когда они не согласовывались с каким-либо диким, безобразным влечением. И, наконец, убеждение в собственном величии и гениальности. Вся последующая жизнедеятельность Нарона вытекает из этих качеств, как из своего главного и непосредственного источника. Когда ему подали подписать первый смертный приговор, он воскликнул, «Как желал бы я не уметь писать вовсе?» Но слова были произнесы он, и слушатели пришли в восторг. И этим действие их оканчивалось. Дальше выступали наружно стоящие потребности, действительные желания, из которых слагалась вся нравственная жизнь и деятельность Нарона. Эти потребности и желания коренились в его низменных чувственных влечениях, которых воспитание не только не подавило, а, напротив, еще усилило. Безопасные вначале, они впоследствии произвели изверга. Это случилось очень просто. Умеренность была давно уже забыта в Риме, и при Нароне едва ли кто считал нужным соблюдать ее, по крайней мере, тщетны были бы попытки найти ее среди знати, стоявшей непосредственно у двора. Нарон не был исключением между современниками и предавался нечистым наслаждениям совсем пылом еще здоровой молодости. Но ненадолго хватило, разумеется, свежести и сил для человека, вечно забывавшего границы. Скоро незаметно подоспел тот страшный душевно-телесный недух, которому ими присущение. Потребовалось чрезвычайное возбуждение, пришлось изобретать что-нибудь небывалое, поразительное и, наконец, чудовищное. Самый круг удовольствия надо было расширять. Нарон стал предаваться необузданному разгулу, грязному разврату и окружил себя самыми позорными лицами. В стенах своего дворца или в городских притонах срывал он полной рукой святы удовольствий, какие только хотел. А выступая на сцену столичных цирков и театров в качестве несравненного наездника, певца, музыканта, поэта и прочее, он всюду встречал знаки удивления своему гению. Большего Нарон не требовал от жизни. Получая таким образом от нее все, он не имел причин быть ею недовольным. Когда приближенным из разных видов удалось заранить в душу императора подозрение, его сердце болезненно сжалось от ужаса. Что если у него отнимут власть и жизнь, которая так щедра к нему, и которая он так дорожит? Пресыщение жизни и в то же время трепет за нее, вот что овладело душой Нарона. Столкнувшись в первый раз с мыслью о возможности умереть, он не ощутил в себе никаких других потребностей, кроме тех, которые сопряжены были с чувственностью, никаких чаяний, которые могли бы поднять его дух и победить естественный страх перед могилой. Дни подозрительных людей были сочтены. Всех, кого он имел основания бояться, или кто мешал ему хотя бы одним своим молчанием, ожидало одинаковое участь. Они должны были умереть. В трусливой душе Нарона не нашлось ни одного человеколюбивого движения. Там бродили лишь несчастные отрывки благородных слов и возвышенных изречений, заученных на память на уроках Сенеки. Один за другим должны были умереть по приказанию перепугавшегося императора брат, мать Сенека, несколько императриц и затем множество несчастных за одно неосторожное слово, за зевок и скуку в театре, когда на сцене отличался сам великий артист и прочее. Как должен был встретить Нарон собственную смерть из предыдущего, ясно. Он беспощадно казнил людей из-за опасения погибнуть от них. И когда сам очутился лицом к лицу с необходимостью умереть, задрожал и совсем потерял рассудок. История записала подробности при смертной бессильной борьбы Нарона с грозной необходимостью. Доведенный до крайности, Рим восстал против изверга. Спасаясь от руки мстителей, он бежал в загородный дом своего любимца, отпущенника Фаона. Дорогой кто-то узнал беглеца, он едва не лишился чувств от ужаса. Когда до дома отпущенника осталось несколько десятков сажен, Нарон делает совершенно бесполезные вещи. Чтобы скрыть от врагов свое убежище, он вместе с Фаоном, ползком, то и дело раняя себя колючими кустарниками, добирается до задних шестей дома. Нарон боялся разбудить рабов и отказался входить воротами. Отпущенник принужден был сделать подкоп под одну из стен, чтобы дать возможность императору проникнуть во двор. В ожидании конца работы Нарон прилег на плащ отдохнуть, попробовал сначала освежить себя глотком грязной воды, который зачерпнул горстью из лужи. Ползком, пробравшись затем через подкоп, император в изнеможении повалился на первую попавшуюся постель, на которой ничего не было, кроме гнилой соломы. Фаон предложил немного воды и хлеба. Вода была теплая, хлеб был гнилой. Нарон выпил воды, но есть отказался. Между тем убежище не спасло императору жизни. Ускользнув из Рима, он только развязал руки врагам, которые стали действовать смелее и решительнее. Приходилось умирать. Но надо было выбирать между позорной смертью по суду, то есть казней и самоубийством. Достоинство императора требовало по понятиям века последнего. Какая тяжелая, мучительная обязанность собственноручно вырвать жизнь, когда от нее еще можно было взять так много. Император был жалок. Он начал бесполезно тянуть время. Было отдано приказание вырыть могилу, и Нарон, глядя на собственное подземное желеще, обливался слезами. Но ничто не могло остановить времени. Могилу приготовили. Тогда Нарон приказал выложить ее внутренность мрамором, положить дров и поставить воды, как того требовало обычаи. А сам продолжал плакать от времени до времени восклицая. Боги, какой артист погибает во мне! Расстать с жизнью он все еще не был в силах. В это время томительного колебания из Рима пришло письмо, в котором говорилось, что Нарон приговорен к казни по обычаю предков. Когда ему растолковали, в чем состоит эта постыдная казнь, он наконец решился вспомнить о двух кинжалах, которые захватил с собой из Рима и стал пробовать их лезвие. Но покончить жизнь ему казалось еще рано, и он отложил их в сторону. Мужество совсем покинуло Нарона. Смертельная тоска давила его душу, и он просил своего спутника Снора встанать и плакать, жаловался, что никто не хочет показать ему пример самоубийства. И, наконец, начал проклинать свою гнусную жизнь, желая тем вынудить последние усилия воли. А между тем воля по-прежнему бездействовала. Раздался конский топот, томчались всадники с приказанием от нового императора схватить прежнего. Нарон понял значение этих звуков и, поколебавшись немного, приставил кинжал к горлу. Но осужденный император был не в силах сделать только неглубокий надрез, и постные могли застегнуть его еще живого. Чужая рука освободила его от этого позора. Один из отпущенников надавил кинжал, после чего он доделал начатое. Так расставался с жизнью тот, кто видел в ней все, и для кого она кончалась вслед за последним вздохом. Если мы сопоставим друг с другом приведенные примеры различной встречи смертного часа, то ясно будет, какому из них следует отдать предпочтение. Наше сочувствие, несомненно, остановится на Сократе, как на представителе человечества, верившего в бессмертие души. Только между такими людьми может быть спокойное, безбоязненное отношение к смерти. Но если даже язычнику надежда загробной жизни могла внушить безбоязненное отношение к смерти, то христианину вера в бессмертие дает кончину умиротворенную. История христианской церкви изобилует примерами умиротворенной кончины. И замечательно, чем несправедливее и ужаснее является, на наш взгляд, смерть истинного христианина, тем больше в самом умирающем вызывает она радость и успокоение. Обратимся к тем мрачным временам, когда христианству приходилось проникать в человечество трудным, кровавым путем. Речь идет о временах гонения. Из множества случаев ужасной мученической кончины христиан от того времени становимся на самом, кажется, ужасном, на смерти перепитуе. Эта женщина была привязана к жизни весь всеми нитями, какие только возможны для человеческой природы. И многие из них самые чувствительные. Она была дочь богатого, отца. Стало быть, ей совершенно была неизвестна нужда и бедность, которая способна наполовину уронить сыну жизни. То обстоятельство, что семейство, из которого происходило, она принадлежала к знатному роду и еще более должно было усиливать прелесть жизни, как благородная перепитуя занимала несомненно видное положение в обществе и пользовалась уважением окружавших. Правда, в жизни перепитуи были не одни ясные дни. Проведение определило ей испытать радости в счастливой супружеской жизни, но на короткое время.